МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Акция у нас традиционная, уже полюбившаяся жителям нашего города, нашей области и всей Российской Федерации с 2016 года. Это стало единым движением. До этого у нас проводилась акция парад победителей местного регионального формата. А теперь это общее движение. Во всех регионах России проходит единая большая акция Бессмертный полк. Шествие по центральным улицам города, когда люди выходят с портретами своих героев, своих близких, родных, участников войны, тружеников тыла, тех людей, кто имеет непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. И таким образом отдают дань уважения и памяти своим родным и близким. Проходят в этом шествии, в торжественном шествии по городу, по центральным улицам. И, безусловно, такой формат мероприятий, он пользуется очень большим интересом со стороны жителей региона, жителей города. У нас в прошлом году приняло участие в шествии более 40 тысяч человек в городе Рязани. На территории области более 100 тысяч человек, если посчитать всех, кто выходили в различных муниципальных образованиях и районах, это было более 100 тысяч человек, приняли участие в акции. Поэтому акция действительно всенародная, и массовая, очень массовая, и любимая народом. Нужно ли оформлять какую-то специальную заявку для того, чтобы выйти в рамку Бессмертного полка, или достаточно просто 9 мая прийти в точку сбора? Вообще существует сайт полк.рф.ру. На этом сайте возможно разместить информацию о своем ветеране, о своем герое. Служит это для того, чтобы люди могли сохранить, во-первых, память, а во-вторых, сайт устроен таким образом, что можно найти человека, который разместил этого героя. То есть у нас были вопросы, опять же, с нашим региональным порталом, там не было такой возможности. Сейчас все интегрировано в федеральный общий единый ресурс. Он более функциональный, он более работоспособный, естественно. И там можно находить тех людей, которых размещают. Иногда бывает такая ситуация, что человек заходит на сайт, начинает пытаться разместить информацию, а оказывается, что кто-то этого ветерана уже размещал. И люди находят таким образом своих родственников, потерянных во время войны, каких-то просто знакомых или боковые ветви родственных связей. Это очень интересный процесс, потому что несколько десятков звонков поступает по таким вопросам каждый год. То есть кто-то уже выложил моего ветерана, как мне связаться с этим человеком. Вот через сайт polkrf.ru такая возможность есть. Это федеральный портал, там есть контактная информация на этом портале, как обратиться в службу технической поддержки, как это все правильно выстроить, с ними взаимодействие осуществить, и напрямую уже отработать с этой базой данных. Соответственно, как бы это ресурс, который существует. Но для того, чтобы прийти 9 числа и принять участие в шествии, регистрация не является обязательной. Очень важно это понимать, потому что это в большей степени такой образовательный элемент. Когда человек регистрируется на сайте, особенно если это молодой человек или школьник, или студент. Это такая интересная форма получения информации от своих родителей. Для того, чтобы заполнить анкету, нужно пообщаться с своими родителями, с бабушками, с дедушками. Потому что зачастую, к сожалению, там полностью фамилиями отчества даже своих родных и близких не все знают, кто принимал участие в войне. А для того, чтобы заполнить эту простую форму, с которой молодежь работает каждый день с интернетом, и очень много форм заполняют, и всего остального, это не в формате стандартного домашнего задания. То есть напиши определенный текст, несколько абзацев текста про своего ветерана. А это в понятный им формат перенесено. И они, когда это заполняют, естественно, они эту информацию для себя где-то в голове оставляют каким-то образом. И когда они выходят на шествие, на шествие бессмертного полка акции, они идут не просто с портретом, зная то, что, да, это, безусловно, портрет моего дедушки, моей бабушки, но они понимают историю этого человека, его боевой путь, его трудовой путь. И это в большей степени, конечно, воспитательный момент именно работы с сайтом. При этом, естественно, как я уже сказал, что нет никаких ограничений по поводу участия в акции. Главное прийти, установленное время к точке сбора. Точка сбора у нас тоже неизменная остается каждый год. Это остановка общественного транспорта, улица Вокзальная. Возле памятника Чумаковой у нас начинает строиться колонна шествия. Далее она продолжается по направлению Московского шоссе туда дальше. Соответственно, тоже подходят люди, там их встречают волонтеры. У нас будет работать большой корпус волонтеров. Они будут встречать, размещать, показывать, грубо говоря, маршрут движения, отвечать на какие-то вопросы интересующие. И просто дальше уже, когда будет шествие, непосредственно пройти в составе этого шествия. Где она закончится и во сколько сбор? Сбор у нас будет в 9.30 часов. Мы приглашаем всех подходить именно к этому времени. У нас традиционно есть люди, кто приходит пораньше, кто приходит уже непосредственно к старту движения. Это мы обозначаем такое время, потому что необходимо определенные регуляционные моменты выстроить понятие нам по безопасности, по всему остальному. Если люди приходят раньше, то есть никаких тоже ограничений нет. Они могут там находиться, они могут стоять. Но перекрытие движения у нас начинается ближе к 9 часам. Поэтому заполнение непосредственно колонн это где-то 9.30. То есть ориентировочно мы начинаем людей строить, запускать на проезжую часть. И, соответственно, волонтеры начинают свою работу тоже в это время. Заканчивается шествие, традиционно, опять же, уже четвертый год на Соборной площади. И там при поддержке правительства, администрации города, организуется каждый год праздник Народного гуляния Парк Победы. То есть это такое большое тоже полюбившееся резонансовое мероприятие. Поэтому всех участников Бессмертного полка я еще дополнительно приглашаю принять участие вот в этом мероприятии, которое будет по окончании шествия в Соборном парке. То есть там тоже будет много интересных площадок для различных возрастных категорий. То есть там большая-большая такая интересная интерактивная зона будет создана и по направлениям, и по общественным организациям, и по вооружениям военной техники. То есть можно будет походить, посмотреть. Отлично. Что нужно взять с собой? Многие думают, что, например, если у меня нет фотографии родственника, значит, я не могу пойти. Или если я знаю только его имя и фамилию, то тоже как-то некорректно вставать. Чем нужно обладать? Есть ли здесь какие-то ограничения? Смотрите, опять же, формат акции традиционно подразумевает наличие таких штендеров небольших, но уже привычный нам тоже уже вид. Они могут изготавливаться по-разному. Но мы обращаем внимание на то, что с точки зрения безопасности, все-таки рамки со стеклами, если даже вы сами изготовили, это тоже очень хороший момент, когда вы всей семьей изготавливаете такой штендер, обставляете фотографию сзади, крепите палочку на которой, чтобы было удобнее нести. И лучше же стекла из этих рамок вынимать. Ну, то есть это просто с точки зрения, да, и легче нести, и безопаснее для окружающих, и для вас в первую очередь. Но в последнее время, опять же, у нас типографии рязанские подключаются, которые с удовольствием помогают в этом деле. И они изготавливают на ПВХ основе, на ПВХ трубах. То есть это легкие пластиковые такие плакатики, да, грубо говоря, на которых наносится изображение стилизованное. Про информацию. Чем должны быть наполнены на табличке? На табличке, соответственно, размещается традиционно, да, фотография. К сожалению, не у всех изображения героев, они сохранились. У нас есть опыт, когда действительно нет таких изображений, люди просто пишут фамилии, имя отчества, даты рождения и смерти предполагаемые, да, там иногда бывает даже неизвестно, ну, как бы в каком году погибший. Вот. И проходит в таком формате. То есть тут, безусловно, как бы нет таких ограничений для того, чтобы человека как-то из-за того, что у него нет фотографии, не принять к участию в этом шествии. То есть это все очень, очень открыто и доступно для всех. Можно ли получить какую-то помощь в Рязани, вот, по заполнению этой таблички, я имею в виду по поиску данных, да, утраченных? Может быть, там, где погиб солдат, или где он служил, потому что... Вообще, в принципе, работают федеральные ресурсы. То есть, где так, ну, у большинства есть либо младшее поколение внуков, там, либо дети, кто работает с системой, там, интернет, да, есть база данных Министерства обороны, ОБД Мемориал, и обладая небольшими хотя бы данными, да, про своего родственника, участника войны, можно найти информацию. Но иногда бывает, конечно, информация и там не находится, потому что очень бывают разные ситуации. Есть еще книги памяти, то есть, в Рязанской области тоже действует книга памяти, которая собирает информацию о всех солдатах, вернувшихся и не вернувшихся, да, с полей сражения. Вот, и есть еще и проекты общественных организаций, направлены именно, вот то, что сказали, на помощь для тех, кто не может воспользоваться вот этими всеми ресурсами. У нас поисковое движение России, региональное отделение, и в составе всего движения по всей России организует общественную приемную «Судьба солдата». Точки общественной приемной могу назвать, точно есть в библиотеке Кемни Горького, в ДОСАВ России и Рязанской области, то есть, туда можно обратиться, стоят небольшие ящички такие и анкетки. То есть, все анкетки заполняются, кладутся в ящичек, с ними связываются с людьми, заполнившими представителями поискового движения, и уже дальше обрабатывают запросы, информацию, и общаются напрямую уже с человеком, который к ним обратился. То есть, по такому вот принципу у нас, ну, это лучше, конечно, от них получить информацию, но в том году, ну, несколько семей получили информацию о своих родственниках, вот именно через эту общественную приемную. Если человек хочет стать волонтером, да, если хочет помочь в организации, нужны ли сейчас такие люди, или у вас штат уже полностью укомплектован? У нас вообще, в принципе, нам помогает движение «Бессмертный полк», в этом активно помогают органы исполнительной власти в наборе, то есть, волонтеров в информировании, и Министерство образования и молодежной политики непосредственно, и общественное движение «Волонтеры Победы» является нашим основным соорганизатором этого шествия. То есть, те ребята, которые вот их увидят 9-го числа, они будут в красивой униформе, уже тоже всем понятные и знакомые, да, с крылышками, с голубями, это движение занимается набором и подготовкой волонтеров централизованно. У нас очень большое количество заявок, и, наверное, это самое массовое с точки зрения волонтерского сопровождения, мероприятие в году, в принципе, которое проводится, потому что у нас волонтерский корпус составляет до 500 человек, то есть 500 человек ребят, которые помогают в организации, поскольку мероприятие очень большое и ответственное, и требующее все равно подготовки, то есть человек, который ни разу не общался с большим количеством людей, а там, как я говорю, уже 40 тысяч человек одновременно в одном месте, это и вопросы, касающиеся коммуникации, и выстраивание взаимоотношений с участниками акции, и выстраивание взаимоотношений с органами правопорядка, то есть, чтобы это все правильно организовать, естественно, проводится обучение. В связи с этим у нас набор начинался еще в феврале, то есть корпус волонтеров сформирован был до 15 апреля, до 18-го принимались заявки, с 21 апреля началось обучение. То есть сейчас ребята уже учат, то есть, соответственно, включиться в работу можно в другие направления, но волонтеры, которые будут обеспечивать шествие 9 мая, они уже набраны, они уже проходят подготовку. Но плюс ко всему еще у нас есть другие волонтерские акции, поэтому все желающие, кто хотел бы включиться и поработать в 9 мая, не только 9 мая, к другим памятным датам могут обращаться в движение «Волонтеры Победы». Это тоже структура, которая действует на территории Рязанской области традиционно и обладает комплексом различных мероприятий. Из наиболее, скажем, известных – это акция «Георгиевская ленточка», которая тоже проходит у нас на территории Рязанской области. тоже можно принимать участие, тоже можно помогать. И, безусловно, в движении интерес, чтобы больше молодых людей, не только молодых людей, потому что добровольцы у нас сейчас разных возрастов, активно развивается серебряная добровольность, принимали участие в организации мероприятий. Сколько людей ожидаете в этом году в акции? Будет ли она проходить не только в Рязани, но и в области у нас? Акция, безусловно, будет проходить во всех муниципальных районах, городских округах. В отдельных даже поселениях проходит акция 9-го числа. Людей ориентировочное количество, ну, как мы предполагаем, мы никогда точно не знаем, сколько придет, зависит от погодных условий и от того, просто банально, как падают праздники. Потому что тоже очень важно, многие с семьей выезжают как раз к своим родственникам в другие населенные пункты, там с ними проводят это время. Но мы рассчитываем, что не меньше, чем в прошлом году, потому что интерес, как я говорю, уже набирается. Да, акция не остановилась в своем развитии, а в преддверии 75-й годовщины Победы в следующем году, да, то есть еще больше интереса. Есть ли какие-то нововведения этого года, или акция пройдет традиционно, так же, как она была и вся перед будущим года? Ну, у нас формат, по большому счету, да, как бы он не меняется. Он у нас обозначен был изначально как шествие, да, как, соответственно, мы от него не уходим. У нас будут определенные моменты в плане технического сопровождения, и они, может быть, не очень будут заметны для участников акции, то есть это касающееся нас в большей степени организаторов, то есть размещение звуковых систем, сопровождение колонны, там, соответственно, тоже медицинское сопровождение, разные вопросы, которые мы прорабатываем для себя. У нас работают в этом году, и в прошлом году начинали волонтеры-медики, то есть это такие моменты организационные, которые, на первый взгляд, может быть, как бы нет. Но у нас акция развивается, так или иначе, вот по этим уже точно, точно мы прибавлять стараемся в организации, в том, чтобы было комфортнее и удобнее людям принимать в ней участие. И дополнение тоже вот обозначили, раз уже зашел у нас разговор про вот эту вот сторону, что с собой необходимо взять вот не только, да, портрет, но и подумать обязательно по погодным условиям, потому что у нас очень много с детьми приходит, да, на мероприятие, если это будет плохая погода, соответственно, как правильно одеться, то есть об этом нужно задуматься заранее. Вот, если это будет хорошая солнечная погода, тоже головные уборы, мы на это обращаем внимание, просим всех не доводить себя до такого состояния, чтобы потом, да, какие-то негативные последствия возникли. То есть люди, которые приходят, они там достаточно долгий период времени движутся по открытому пространству, и вполне себе можно получить, да, тепловой и солнечный удар. То есть, соответственно, мы обращаем внимание на осознанное отношение к своему здоровью для участников акции. Отлично, спасибо вам большое за интересную беседу, уверена, все пройдет гладко в этом году, так же, как и обычно. Нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Никита Кузьмин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова